спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы лыжные базы никогда не спят отсутствие снега не помеха для гонщика тренировочный центр кавгалова под петербургом принимает лыжников и биатлонистов круглый год как и многих других спортсменов здесь бывают атлеты сборных россии но это далеко не единственная специализация центра большой спорт всегда начинается с детского и студенческого спорта они гораздо важнее для здоровья нации чем отдельные рекорды и достижения а по зрелищности студенческий спорт часто превосходит основные виды недаром к примеру молодежный чемпионат мира по хоккею одно из главных событий мирового хоккейного сезона а американская студенческая лига по баскетболу считается одним из самых зрелищных соревнований всего мира 30 сентября на базе университетского учебно-тренировочного центра кавгалова состоялись итоговые соревнования спартакиады первокурсников петербургского нгу имени лесгофт эта молодежная спартакиада стартовала 20 сентября международный день студенческого спорта была приурочена к нему и проходил на нескольких площадках но финалы и основную часть программы приняли именно спортивные объекты знаменитого кавгалова конечно программа студенческой спартакиады меньше недавних всероссийских соревнований которые прошли по всей стране зато включает например самые популярные дисциплины киберспорта трансляции соревнований по карточному хорстоуну оказались особенно востребованы в сети в программу спартакиады лесгофта вошли также настольный теннис мини-футбол баскетбол 3 на 3 беговые дисциплины в том числе забег по полосе препятствий и даже шашки и дартс которые были представлены в том числе и в финальном раунде конечно финал такого турнира не может обойтись без шоу и мастер-классов середине дня на биатлонном стрельбича кавгалова всем желающим предложили практиковаться в управлении кайтом кстати мы рассказывали о популярности кайт серфинга в санкт-петербурге в наших выпусках посвященных парусным видом спорта провела этот мастер-класс мария рыжанкова член студенческого совета университета студентам повезло с погодой ведь вам тоже доводилось хоть раз мерзнуть на сентябрьских линейках не так ли в данном случае под самый конец сентября петербург охвачен бабьим летом так что на улице прохладно но в то же время солнечно и не сыро хорошее время для подобных мероприятий первокурсников приветствовали первые лица университета в том числе шестикратная олимпийская чемпионка проректор по спортивной работе университета любовь егоров студентам напомнили о патриотических традициях университета и истории самого кавгалова где формировались партизанские отряды в годы великой отечественной войны формировались они в том числе и студентов и спортсменов вспомнили легендарных дмитрия косицына и владимира шапошникова велогонщиков и лидеров партизанских отрядов вспомнили 5 партизанский отряд который состоял из преподавателей студентов института физкультуры имени лесговта программе финала был открытый турнир для гостей в котором приняли участие студенты ветеринарного университета митс алмазово и воин меха они не будущие профессиональные спортсмены однако тоже показали впечатляющие результаты подобные старты важны не только сами по себе но в первую очередь долгосрочной перспективе для многих будущих звезд спорта и выдающихся тренеров это первые шаги в карьере не всегда ключевые но необходимы и